Что если под Египтом существует сеть комнат и туннелей? Новое открытие в Египте, пугающее ученых, существует уже тысячелетия, просто мы не сразу все это поняли и открыли. Египет кажется почти неисчерпаемым источником археологических чудес и сенсацией. Даже спустя более двух веков интенсивного изучения этой древней цивилизации постоянно появляются новые находки, позволяющие нам еще глубже погрузиться в историю. Рамзес II посетил Францию Рамзес II был одним из величайших фараонов, которых когда-либо видела земля на Ниле. Его правление длилось невероятно 66 лет, и Рамзес использовал это время, чтобы навсегда увековечить себя в анналах страны и мира. Рамзес II стал легендой. Его монументальные постройки сохранились до наших дней и вдохновляют миллионы посетителей каждый год. Знаменитый скальный храм Абу-Симбл – одна из самых известных построек Рамзеса, а перед входом в него правитель поставил себя вчетвером. Рамзес навсегда вошел в мировую историю благодаря таким эпохальным сооружениям как эти, а также любил, чтобы ему воздвигали монументальные статуи. Одно из самых впечатляющих изображений Рамзеса было неожиданно обнаружено в одном из современных жилых районов Каира. Это восьмиметровая каменная колонна, вероятно, когда она стояла на площади в древней столице Гелиополя. Выполненная из твердого кварцита, она изображает фараона в типично египетском стиле, величественно и божественно воздвигнутым. Вероятно, статуя была изготовлена после победы Рамзеса в битве при Кадеше с хеттами. Хотя сама битва закончилась в ничью, Рамзес изобразил ее как великую победу и увековечил ее во многих своих памятниках. Личность Рамзеса часто описывают как харизматичную и динамичную. Он был известен своими амбициями и стремлением расширить границы своей империи и укрепить власть. В 1213 году до нашей эры Рамзес II предположительно умер в гордом возрасте 90 или 91 года. В 1976 году его мумию пришлось обрабатывать экспертом, так как она начала плесневеть от влаги. Для этого останки Рамзеса, который был мертв уже почти 3000 лет, были доставлены во Францию. На французской военной базе Лебурже мумию приняли с воинскими почестями, а при себе у Рамзеса II был настоящий египетский паспорт. В нем значилось просто имя Рамзеса II, а египетские чиновники указали его род деятельности как правитель вне службы. Рамзесу бы это точно понравилось. Таинственная гробница Нейт в городе мертвых. Спустя столетия после обнаружения нетронутой гробницы фараона Тутанхамона, археологи сделали значительное открытие в виде таинственной гробницы, приписываемой ранее малоизвестной царице по имени Нафт. Эта царица была тесно связана с древней богиней войны Нафт, которая играла важную роль в египетском пантеоне во времена первой династии. До этой находки об этой женщине практически ничего не упоминалось в известных исторических записях. Это делает находку особенно интересной, поскольку она способна переписать историю и полностью пересмотреть наше представление о древнеегипетском мире. Нейт также является одной из четырех богинь-покровительниц канопической святыни из гробницы Тутанхамона. За многие годы в некрополе Сакара были раскопаны сотни гробниц, в том числе великих царей и цариц. Обычно, однако, личности на важных памятниках упоминаются по имени вместе с их правлениями, но о Нафте нигде не упоминалось. Неподалеку исследователи обнаружили останки некоторых ближайших генералов и советников молодого царя Тутанхамона. Эти политические союзники были похоронены в прекрасно оформленных и украшенных гробах. Саркофаги были любовно украшены уникальными лицами, и на каждом из них было написано имя и должность покойного. Вероятно, Нейт была наложницей царя Тетти I, величайшего правителя первой династии. В честь Тетти в Сакаре была построена внушительная пирамида. Поскольку Нейт была похоронена с такой любовью и украшена множеством могильных принадлежностей и богатыми надписями, она, вероятно, была очень дорога Тетти и его народу. Возможно, она не упоминается, потому что у нее были соперники, которые препятствовали ее увековечению в царских анналах страны. Подземная сеть? Существует ли под великими пирамидами помещение и система туннелей, соединяющих важные здания в Египте? Некоторые современные пара исследователей утверждают именно это, но эти люди не одиноки. В древности египетский ученый Геродот пришел в страну на Ниле и оставил после себя множество трудов, в том числе описание комнат под пирамидами, которых якобы больше не существует. Геродот считается отцом историографии. Он жил в V веке до н.э. и описал различные аспекты египетской цивилизации, в том числе подробно описал пирамиды Гизы вместе с системой подземных камер и ходов. Стены этой камеры были покрыты древними иероглифами, которые по современным предположениям могли быть своего рода инструкцией по научно-фантастическому назначению пирамид. В действительности же, как утверждается, пирамида построила древняя цивилизация очень высоких существ. И они могли быть своего рода звездными вратами или пространственными шлюзами. И сегодня можно заметить, что внутри верхних строений не видно никаких иероглифов или рисунков. Сооружения выглядят более функциональными, что может свидетельствовать о том, что они были электростанциями или какими-то технологиями, которые мы просто не можем себе представить. Жестокий героический ритуал? Звучит безумно, но в Древнем Египте было возможно многое из того, что мы с трудом можем представить сегодня. Этот народ не только совершал необыкновенные строительные подвиги, но и активно воевал. На протяжении тысячелетий египтяне воевали с многочисленными соседними империями и племенами. Народы тех времен не брезговали ничем в отношении друг с другом, и жуткая находка близ города Аварис до сих пор молчаливо свидетельствует о жестоком ритуале. Во время раскопок возле древнеегипетского дворцового комплекса исследователи наткнулись на четыре ямы, содержащие в общей сложности 16 отрубленных человеческих рук. Эти руки были не только необычно большими, но и правыми, что делало находку еще более загадочной. Аварис был столицей передней Азиатской империи под названием Гиксосы, которая также существовала на севере Египта с 1650 по 1550 год до н.э. Тот факт, что все найденные руки были правыми, позволяют предположить, что они были собраны в качестве трофеев или свидетельств военных побед. Существуют исторические свидетельства того, что в древнем Египте и других древних культурах было принято отрубать правую руку побежденному врагу, независимо от того, был ли он мертв или еще жив. Рука служила доказательством победы и могла быть обменена на возограждение, например, на золото. Даже если враг выживал после захвата и ампутации, он больше не мог владеть мечом и становился, по крайней мере, бесполезным для войны. Однако, почему эти руки так необычно велики, остается загадкой. В те времена даже рост мужчин не превышал метра шестидесяти, а для современных среднестатистических мужчин эти руки были бы необычайно большими. Возможно, они принадлежали очень высоким бойцам или представителям враждебного народа, которые были необычайно высокими. Об империи Гиксосов и ее культуре известно очень мало, и ученые надеются узнать больше об этой древней цивилизации благодаря дальнейшим раскопкам. Полный город возрастом 3000 лет Ученые долгое время только мечтали об этом. Недалеко от Луксора, где находится невероятная долина царей, был обнаружен полностью сохранившийся древнеегипетский город. До его открытия многие не верили в существование так называемого потерянного золотого города, также известного как Восход Атен. Этот город, которому около 3000 лет, долгое время был лишь легендой. Исследователи обнаружили его под казавшейся бесконечной песчаной дюной. Предположительно, весь город стал жертвой сильной песчаной бури и в результате прекрасно сохранился. Затерянный золотой город относится к золотому веку Египта. Во времена 4-й династии Старого Царства город был центром загадочного молодого фараона, а предыдущие находки в руинах указывают на роль таинственной царицы Тай, жены Аменхотепа III, которая, похоже, очень почиталась в городе. Но гораздо больше, чем статуи фараонов, исследователи привлекают многочисленные дома и рабочие места, которые сохранились в затерянном золотом городе. В зданиях сохранилась керамика, камины, стойла для животных и рабочие помещения. Была обнаружена даже полностью сохранившаяся мастерская по изготовлению мумий, что впервые позволило исследователям идеально воссоздать процесс производства мумий в Египте. Это открытие дает поистине необыкновенные сведения о том, что считается одними из самых славных периодов египетской цивилизации. Самая странная пирамида в Египте Египет – страна пирамид. Среди всех построек страны одна пирамида выделяется особенно. На этот раз мы говорим не о Великой пирамиде Гизы, а о пирамиде фараона Джаддефра. Руины этой пирамиды, расположенной в Абу-Раваше, примерно в пяти милях к северу от Великих пирамид Гизы, особенно интересны и загадочны, поскольку были найдены в состоянии незавершенности или разрушения. Джаддефри был одним из сыновей фараона Хуфу, также известного как Хеопс, которому долгое время ошибочно приписывали строительство Великой пирамиды. Пирамида Джаддефри уникальна тем, что и верхняя половина сооружения, похоже, полностью отсутствует. И сегодня сохранились только нижние уровни высотой около девяти метров. Среди экспертов существует разногласия по поводу того, была ли пирамида когда-либо завершена, и была ли она вообще пирамидой в традиционном понимании. Некоторые предполагают, что это мог быть непризнанный храм Солнца. Еще один загадочный элемент пирамиды Джаддефри – ее необычное расположение. Она была построена вдали от традиционных мест захоронения и от Гизы, что вызывает вопросы о ее назначении и смысле. Пирамида расположена на скалистом холме под названием Абу-Раваш. И хотя с начала девятнадцатого века это место неоднократно исследовалось, многое в этом исторически значимом объекте остается загадкой. Египетская плащаница в Загребе Эта находка долгое время озадачивала ученых. В археологическом музее Загреба хранится загадочный артефакт, известный как «Льняная книга Загреба». Это древнеегипетская льняная лента, изначально имевшая длину около 3,35 метра и разделенная на 12 столбцов для письма. Этот необычный экспонат был обнаружен вместе с мумией нецарственной египетской женщины, завернутой в несколько слоев этого загадочного льна. Символы на льне изначально были загадкой. Они напоминали египетскую письменность, но так и не были расшифрованы. Более тщательное изучение экспертами-лингвистами выявило истинную причину этого. Возможно, текст был написан вовсе не египтянами, а этрусками – загадочной древней цивилизацией, жившей на территории современной Италии. Этруски были одной из первых великих держав древнего западного Средиземноморья, но оставили после себя мало письменных свидетельств. Поэтому льняная книга из Загреба – бесценный артефакт, который может дать новое представление об этой утраченной культуре и ее письменности. Эта загадочная льняная книга станет не только единственным свидетельством этруской письменности, но и захватывающим ключом к разгадке связи между древними египтянами и этрусками. Становитесь подписчиком, впереди еще много интересных видео.